Всем привет! Продолжаем изучение Жангресса фреймворка и Vue.js. И сегодня продолжаем настраивать сервер для нашего чата. Итак, приступим. Мы уже подготовили проект, к деплою подготовили сервер, установили все необходимое нам. И сейчас мы развернем, соответственно, сам проект. Для этого нам нужно создать виртуальное окружение на нашем сервере. Python 3.6-m-venu-venu Запускаем наше виртуальное окружение. Sort-venu-min-activate Виртуальное окружение запущено. Теперь давайте клонируем наши репозитории Zithubber. Пользоваться, как развернуть проект, можно и просто записать файлы, скопировать на сервер и таким образом развернуть проект. Но лучше всего пользоваться git. Так будет проще отслеживать изменения. Для этого мы зайдем на github. Нажимаем клон и копируем ссылку. Затем пишем git-клон. Вставляем ссылочку. Enter. Проверяем, что у нас получилось. Вот у нас есть папка с виртуальным окружением и наш проект. Давайте перейдем в него. cd.goms.chart.duan И установим все нужные нам наши зависимости. Пайп Install-r.reg.txt В reg.txt хранятся мои зависимости. Подождем. Давайте обновим наш пайп. Замечательно. Теперь посмотрим в проекте. У нас есть два local setting и pro setting. Два файла настроек. Один для локалки, другой для продакшена. Посмотрим в репозитории. Woms.chat. Главное, чтобы тут не было файла local. Иначе у нас будут ошибки. Теперь у нас уже база настроена на сервере. И на файле production также подключены те же самые настройки. Поэтому давайте мы проверим наши миграции. Python.manage.py.make.migration Нет новых миграции. Чтобы создать и мигрируем. Как видим, успешно создались наши миграции. Замечательно. Теперь нам нужно установить такую библиотеку, как Gonicorn. PIP install Gonicorn. Это веб-сервер. То есть на продакшене у нас будет работать Gonicorn, а не веб-сервер Django. Nhings у нас будет отвечать за раздачу статики. Затем нам нужно супервизор подключить таким образом, чтобы он всегда поддерживал Gonicorn. То есть веб-сервер Gonicorn не будет запущен постоянно. То есть его нужно вручную запускать. Для того, чтобы он постоянно висел и был активен, наш сайт был всегда доступен, мы подключаем его с помощью супервизора. Таким образом, если упадет наш Gonicorn, супервизор его автоматически поднимет. Файл, который будет указывать на настройки для нашего супервизора, это наш в папке .conf.чат.conf. Вот этот файл и будет работать супервизор. Можно этот файл закинуть как в папку супервизор и там его иноциализировать, но проще всего создать ссылку на этот файл. И если мы его будем редактировать, соответственно, супервизор его автоматически подгрузит, когда мы его обновим. Для этого мы перейдем к cd, etc, супервизор, и здесь мы через sudo.ln создаем ссылку. Это будет home, ссылку на наш вот этот файл, имя вашего пользователя, дальше ваш проект, в моем случае это home.chat.2, папка .conf и файл .chat.conf. Нажимаем Enter. Вводим пароль. Если не было никаких ошибок, значит ссылка создалась. Чтобы это проверить, можем написать ls и видеть наш chat.conf здесь. Это ссылочка на наш файл. Затем мы должны запустить наш супервизор, как просто его запустить, активировать. Выполняем команду. Он запустился. Вернее, не сам он запустился, а мы его сделали как автозагрузка. То есть, если мы перезагрузим в сельвер, автоматически загрузится демон супервизора, а супервизор поднимет наш гоникорный. Таким образом, наш вебсельвер будет постоянно работать. Теперь мы стартуем сам супервизор. Стартовали. Теперь нам нужно применить наши изменения, которые мы внесли, чтобы он подтянул вот этот вот наш chat.conf, применил его и начал выполнять. Пишем сюда, супервизор.ctl.redload. Видим, что он увидел наш chat. И теперь пишем update. Видим, что он его добавил в группу процессов. И можем проверить статус нашего проекта. Статус. Chat. И как видишь, видим, он выдает нам ошибку. Давайте посмотрим, в чем проблема. Проблема, скорее всего, что у меня не указано вот здесь неверное имя пользователя. Исправим это. Просмотрю еще раз настройки. Так, обновлю свой репозиторий. Затем вернусь в свою папку с проектом. Home Johnny Bombs Shadow 1. И обновлю свой проект HitPool. Видим, что он обновился. Хорошо, перейдем к наш... Удаляю этот файл. Перезапускаю применение настроек нашего супервизора. И создаю заново ссылочку. Применяю изменения. И смотрю статус нашего чата. Как видим, теперь он проранен. Вот такая небольшая ошибка с созданным проблемой. Зайдем на наш сайт, обновим страницу, посмотрим, что происходит. Как видим, ничего у нас не показывается. Давайте посмотрим, почему. Не удалось загрузить файлы нашего приложения. 404 ошибка. Так. Теперь посмотрим в админку. Там должны не применяться наши стили. Как видите, да. Для этого мы выполним следующую команду. Перейдем в наш проект. И выполним команду Python. Manage.py Collect static. Посмотрим. Как видим, теперь наши стили применились для админки. Эта команда собирает статику Django. И ложит ее в папку static. Соответственно, нашим настройкам. Теперь мы создадим нашего суперпользователя. Create superuser. Суперпользователь создан. Давайте зайдем. Как видим, работает наша админка. Но сайт по-прежнему недоступен из-за ошибки загрузки наших CSS и JS. Давайте это дело исправим. Посмотрим, какой у нас здесь хэш идет. 11.109.C. Перейдем в проект. Перейдем. Ага. Значит, смотрите. Я забыл, что сделать следующее. Перейдем в наш view. В build. Видим здесь нашу статику. Поэтому мы возьмем вот эти два, две папки. Копируем нашу статику. Значит, сам view.js можно будет настроить таким образом, чтобы когда мы build-им наш dist, статика сразу вложилась в эту папочку. И таким образом у вас каждый раз здесь будет обновлена статика, и вам не придется вручную это копировать. Давайте обновим наш репозиторий. Также выполним команду git pool. Обновить наш проект. Как видим, добавились новые файлы. Перейдем теперь на наш сайт. Как видим, у нас появился наш чат. Давайте войдем. И еще одно замечание. Также забыл его сделать. Мы не изменили адрес нашего сервера. Для этого мы перейдем в наш проект. Компонент. Room. И вот здесь, везде в запросах, нам теперь нужно изменить наш IP-адрес сервера. С локального на тот, который мы используем на продакшене. Чтобы избавиться от такого демороя, и каждый раз не вводить данные настройки, проще всего создать store с помощью Vuex. к примеру, прописать туда глобальную настройку нашего сервера, то есть его IP-адрес, и уже с помощью гейтеров получать наш IP, выдавать. Таким образом, мы в одном месте меняем IP-адрес, он применяется во всем проекте. И не нужно бегать по всем файлам и менять это туда-сюда. Значит, как это сделать, я покажу в одном из видеоуроков. Следующее. Нужно теперь нам сбилдить опять наш проект, так как мы изменили код. И нужно учитывать, что когда мы используем хэши, наш HTML также меняется, то есть меняются те файлы, которые он будет подключать, так как каждый раз у нас создается новый файл с новым хэшем. Поэтому идем в папочку DIST, копируем нашу статику. И наш индекс HTML мы также должны заменить. Видим, что хэши у них каждый раз меняются хэши. Затем мы обновляем репозиторий. Это нужно было сделать заранее, но я не знал, какой у меня будет IP-адрес сервера. Не знал некоторых своих настроек, поэтому приходится так делать. Но мой вам совет сначала развернуть сервер, узнать его IP, и потом делать глобальные настройки для ваших адресов в приложении. Таким образом вы избавитесь от вот таких проблем, которые возникли у меня. Далее. И правильно также лучше всего настраивать сразу build, чтобы он сохранялся в нашу статику. Также, если вам неудобно будет работать с тем, что нужно каждый раз также и HTML писать, можно убрать, к примеру, хэш в настройках. Таким образом, файлы будут всегда с одним и тем же именем, и, соответственно, не нужно менять HTML. Но, если у вас в NGINX или в каком-то другом вашем, чем вы будете пользоваться в сервере, не будет убран кэш, у вас не будет применяться статика. Это нужно учитывать. То есть, вот этот хэш позволяет нам при изменении файлов и браузер, и сервер понимают, что файлы новые, их нужно отдать браузеру. Если имя файла точно такое же и у вас стоит хэш, то браузер не будет загружать новые файлы. Таким образом, вы не увидите изменений, которые вы делаете. Для этого нужно в настройках того же самого NGINX ставить хэширование, убирать, то есть, чтобы его не было. Обновляем. Пытаемся еще раз зайти. И, как видим, отправляется под запрос с 401 ошибкой. Я в проекте закомментировал данные строки. Поэтому оно не срабатывало, наш вход. Я раскомментировал, сбил, дел, новые файлы, обновил сервер. Как видите, все заработало. Давайте проверим. Создадим комнату. Вот она комната. Вот они, диалоги. Как видим, все работает. Теперь я хочу вам показать еще такую фишку. Когда мы заходим заново на сервер, у нас пользователь не в нашей папке с проектом и не запущено в виртуальное окружение. Работая часто с сервером, заходя на него, становится неприятно, чтобы постоянно запускать виртуальное окружение, постоянно заходить в папку. Оно надоедает. Значит, как это можно исправить? Пишем sudo nano bash rc. Заметьте, вы должны быть в корневой папке своего пользователя. Немножечко ошибся с названием файла. Точка bash rc. Скрытый файл. И вот здесь, в конце, мы можем прописать следующие строки. sudo, ой, извиняюсь, fords venv, то есть ваше виртуальное окружение bin activate и ниже cd и название вашего проекта. Сохраняем. И теперь закрываем консоль и запустим ее заново. Вводим логин пароль и, как видим, у нас сразу активировано виртуальное окружение и мы находимся в директории нашего проекта. На этом видео урок закончен. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, вступайте в нашу группу ВКонтакте и в чат в Телеграм. Всем спасибо. До новых встреч.